Восстание совокупостного не наладится, скажем, восстановить все контакты, которые были достаточно хорошими, позитивными, приносили результаты в части развития проектов в муниципальных образованиях. И одним из муниципальных образований было как раз муниципальное образование в Кузьминках, и поэтому у нас есть и возможности для того, чтобы развивать это сотрудничество. Вот коротко о тех событиях, которые происходили и которые еще будут у нас в ближайшее время. Хочу еще раз подчеркнуть, что у нас одно из главнейших событий – это, конечно, международный экологический конкурс. Он также завершится 31 октября, последний день в этом подачи документов на этот конкурс. Поэтому приглашаю вас всех принять участие, учитывая работу и направленность к нашей сельсии. Далее, уважаемые коллеги, я хотел бы предоставить слово Смирнову Сергею Ивановичу. Он хотел выступить по одному из наших направлений. Пожалуйста. Спасибо большое. Немного более года назад я до заседания нашей секции презентовал монографию «Лесной экологический туризм. Взгляд в будущее». Сейчас вышла в свет монография «Охотничий туризм. Взгляд в будущее». Все эти документы, все эти издания связаны с обеспечением экологической безопасности в контексте указа президента по экологической безопасности. Где говорится о угрозе экологической безопасности в связи с низким уровнем экологического образования и культуры населения. И мы через механизм туризма пытаемся реализовать вот это направление в обеспечение экологической безопасности. Хотелось бы преподнести монографию нашему председателю. И как бы вот все, кто заинтересуется, можно будет в электронном виде это сделать. И в текущем, в данном сборнике имеются две статьи, связанные вот с темой моих исследований, где в том числе обозначен так называемый туристский профиль путешествия по территории природного историко-культурного наследия Брянского лесного массива. По этому поводу также подготовлена презентация, которая является уже официальным приглашением посетить данную территорию в рамках тура выходного дня. Мы специально сделали это для москвичей, поскольку туристский потенциал Москвы и его ближнего окружения достаточно огромен. Сущность этого тура выходного дня заключается в том, что в 7 часов утра садитесь с Киевского зала на скоростную электрическую Брянск-Москва. В 11 часов мы вас встречаем в Брянске. В течение двух, трех или сколько вам будет интересных дней мы вас обеспечиваем туристские маршруты по территориям природного историко-культурного наследия. И на второй или на третий день вечером в 7 часов, опять же на этот скоростной экспресс, и в 11 часов вы дома. Никаких машин, никаких толкучек, ничего. Уровень приема 3-4 звезды. Имеется в виду про проживание, а уже история по культурному наследию у нас достаточно много. Вот буквально через час я буду встречаться с нашими компаньонами. Это так называемый фонд достояния поколений. У них есть проект «Мир путешествий». И уже три школы московских имени героев Советского Союза, чья жизнь связана с, не жизнь, а деятельность связана с Брянщиной, в частности Медведев, наш великий диверсант, будем так говорить. Они изъявили желание пройти после данных пребывания этих людей на Брянщине. Но им еще в дополнение ко всему предложено не только быть просто путешественниками, созерцателями, а сделать некое действие, которое бы имело бы определенный вклад в сохранении истории партизанского движения на Брянщине. И мы сейчас договорились о том, что совместно с усилиями с московскими школьниками будем разрабатывать, вернее, сделаем реконструкцию событий 8 марта 1943 года, когда произошел взрыв Голового моста, это крупнейшая диверсионная операция во времена Великой Отечественной войны брянских партизан. Мы детям обеспечим, куда приехать, обеспечим, чем заниматься, и это будет наш пассивный вклад в повышение уровня экологического образования. Но, однако, вот я говорю, здесь в статье, в этой сборнике обозначены основные положения у нашего проекта, приглашаем всех на Брянщину посетить в удобное вам время. В этом проекте маршруты Брянская область и Смирнов. И там вот это все, о чем я говорил, прописано. Но, Антон Валерьевич, вот этот буклет я в электронном виде передам, и кто заинтересуется, это может быть сделано. Как у вас чернобыльские следы набрячь? Чернобыльские следы? Пожалуйста. Спасибо. Опять же, затронули интересную тему. Вы телевизор смотрите, прошел фильм «Чернобыль». Сейчас в Чернобыле, кстати, я там был в Чернобыле, был в Рыжем лесу, смотрел, и чернобыльские проблемы на приношении в рамках экологического мониторинга лесов занимался достаточно долгое время. Так вот, это сейчас важнейший туристский объект на Украине. Мы в рамках экологического туризма, для вас он, ну, как бы, для всех ассоциируется. Это заповедник, это там кивач, это что-то такое хорошенькое сохранение. Это только одна сторона медвая. А то, что мы с природой сделали, для того, чтобы экологически воспитывать, надо вот этих вот маленьких детишек брать носом, и вот как котят, путьят, вот это все. Нельзя вот этого, нельзя, чтобы это у него в генетику вошло в свое время. То есть проблем в Чернобыльске очень много, угробленные огромные территории, и это предмет в рамках обучения экологического воспитания. Ну, еще не могу сказать, меня тоже в предыдущем спорнике говорили, мы чтим свое наследие, а наследие в том числе связанное с Романовыми. Они сейчас на слуху, они сейчас, как бы, вот, считается, их класс достойным сохранением и развития России. Вот Михаил Александрович Романов имел имение на приношении 100 тысяч гектаров, и мы его позиционируем как образцовый лесопользователь, как образцовый охотпользователь. То есть это, вот, как бы, еще одна сторона, вот, деятельности тех людей по сохранению природного и культурного наследия наших этих. Так что, нахуй все будет процветать. Охоту тоже организовывают? Вот есть охотничий туризм. Прописано. Охотничий туризм, в узком смысле слова, это приехать добыть зверя, а в широком смысле пройти по маршруту охота как источник вдохновения и познания. Алексей Константинович Толстой, пожалуйста, Тургенев, Лев Николаевич Толстой, Николай Николаевич Толстой, Гириевский, это же люди, которые все, для которых охота это было не только вот этот кусок мяса. Да, пожалуйста. Спасибо большое. Можно сказать слово господину Мальту Куилевичу, чему-то президенту Украины. Спасибо. Да, кстати, вот эти сборники, они могут, в принципе, быть представлены для... на конкурс, вы говорите? Нет, ну это не может быть представлением на конкурс, потому что у вас там фактически одна или две статьи, это не может быть представлено на конкурс. Может быть представлено, как я уже сказал... Нет, вот эти две монографии. А, монография ваша может быть представлена на конкурс. У меня одна и вторая монография. Да, конечно, конечно. Я не уведу... Нет, я не по статьям, нет, нет. Это, конечно. Да, вот, можно, да, вот... Да, пожалуйста. Вот вопросы разные, просто я в президенте у меня не был и хочу вас информировать, что встретимся с лауреатом Нобелевской премии... Микрофон. Микрофон, пожалуйста. Да, да, лауреатом Нобелевской премии таксиста. И я бы хотел, вот, вопросы третьи, во-первых, его привлекать, в Ереван, я вижу, и плюс еще нашему конкурсу пригласить, это будет поднять статус. Просто я только что вчера вернулся, да, вот, и для меня тоже, я шокировал, потому что вот его сняли со всех работ, да, вот, вернее, правительство или кто-то, и все равно мы можем его привлекать и членство иностранного, да, вот, и еще на экологический конкурс, чтобы он там где-то что-то... Спасибо большое за счет. Спасибо. 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 Спасибо.